В ночь с 18 на 19 мая Волгодонск присоединится к всероссийской акции «Ночь музея». О том, как будет она проходить, узнаем у директора эколого-исторического музея Волгодонска Ирины Владимировны Павленок. Ирина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот расскажите, я так понимаю, что это уже не первая ночь музея, которая проводится у нас? Это третья наша акция, поэтому мы накопили определенный опыт и уже знаем, чего человек хочет, приходя в музей в ночь, и что мы можем ему не предлагать в эту ночь. В какие часы будет работать музей? Музей будет работать практически с 10 часов дня до 24 часов вечера, то есть до 0 часов. В субботу? В субботу. К сожалению, мы подвели статистические данные, что после 24 часов люди просто не идут. Мы были готовы работать и до 2, и до 3 часов ночи, но опыт показал, что посетителей в это время уже ждать не стоит. Ну а вообще вот в ночь музея приходит в музей больше людей, чем обычно? Да, вы знаете, интерес есть. И поэтому мы готовимся, мы хотим поразить чем-нибудь интересненьким. Мы предлагаем нашим горожанам очень интересную программу ночную, так называемый музейный квест, то есть это историческое путешествие. Будут выданы карты специальные, там будут графически изображены экспонаты, и нужно будет экскурсоводам, пройдя и получив какие-то интересные факты, знания, найти предметы. Победители ждут приз. Значит, будет интерактивное мероприятие проведено на базе зала природы «Голоса ночи». Вот такое мероприятие тоже разработано, очень интересно. И будет путешествие по экспозициям с экскурсоводами, но уже с интерактивными играми. То есть, например, придя в зал, в котором рассказываем мы о Великой Отечественной войне, вы посетите фронтовой блиндаж. Вы сможете научиться наматывать портянки, писать фронтовое письмо, забинтовать раненого и так далее. То есть вот интересные такие моменты. Придя в зал, где рассказывается о наградах России и СССР, кстати, очень интересная экспозиция, кто не видел, советую посетить. Там можно будет создать, допустим, свою награду из шаблонов специальных, там будет все подготовлено. Приходите и создаете на любую тематику орден, медаль. Так ее и забрать можно с собой? Это можно будет забрать и еще и получить приз за это и так далее. То есть вот очень много всяких таких интересненьких моментиков мы ждем. А вообще в ночь в музей обычно приходит больше молодежь или люди старшего поколения? Да, вы знаете, очень много молодежи. Молодежь, да? Очень много молодежи. Это так радует. Экспозиции платные или бесплатные? Вот вы знаете, очень бы хотелось сказать, что бесплатные. Но, к сожалению, дотации нам не предусмотрели никаких. Я знаю, что на протяжении долгого времени у вас там строится здание, новое здание музея. И там был период, когда стройка останавливалась. Как сейчас обстоят дела с новым зданием? В 2014 году мы, я думаю, что вводим здание в эксплуатацию. А так мы можем говорить о том, что у нас будет создан единственный в области интерактивный научный экологический центр. Это будет зернышко такое, понимаете? На базе музея, да? На базе музея. Это будет как бы, знаете, завод в заводе, говорят, есть такое выражение. Так и у нас, музей в музее. Ирина Владимировна, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня. К ней. Да, вы с собой принесли книги, это что? Да, я хочу сделать небольшой презент. Обычно нам дарят. Мы музей, и мы все забираемся. А сегодня мы хотим воспользоваться такой возможностью и подарить вашей редакции книги, которые изданы нашим музеем. То есть вот это каталог подлинных работ Ивана Язева из наших фондах. Спасибо. Это воспоминания того же Ивана Андреевича Язева, народного художника СССР. А вот буквально в январе-феврале мы издали, этого года, мы издали вот такую новую книгу. Это произведение уникального человека, имя которого незаслуженно забыто нашими горожанами. Мы хотим привлечь внимание к нему. Это Владимир Викторович Смиренский. Спасибо большое вам за эти подарки. Благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам в студию. Надеюсь, что в ночь музеев к вам придут многие-многие волгодонцы. Ой, как бы хотелось, не зря. Спасибо, что пришли. Спасибо.